Всем АРРРСКИЙ привет! И с вами я, в принципе, как и всегда, Железный Лев. И сегодня в этом видео мы разберём то, почему Железный Человек это лучший супергероев. И в данном видео лишь только моё мнение, на которое я подкреплю хорошими аргументами. Что ж, я перед началом самому с видео ролика ставлю лайк и подписываюсь на мой канал. Ну и конечно же, нажимаю на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, чтобы не приходили уведомления. Что ж, а мы начинаем, погнали. Будет 5 аспектов Первый, это визуал Второй, сам как персонаж Третий, начало и конец персонажа Четвертый аспект, его окружение И наконец пятый, мотивация зрителей на что тот персонаж Начнем с первого аспекта И это визуал Что ж, визуал хороший В первых фильмах с ним костюмы были почти что наполовину И более настоящий Потом все, добавляли лучше и больше на компьютерной графике Первые костюмы реально были железные И этот звук металла при движении Тони в костюме Это тоже было очень круто И смотря на эти костюмы было видно, что они реально железные Но при этом зная, что это компьютерная графика И компьютерная графика наложена на основу Которая с пластмассой Но в фильме это реально очень хорошо И показывало так, визуально То, что реально железо, металл, золото С плафтами и так далее Реактор, репульсер, полет Это система костюма Тони Старка Там, как он все видит внутри Это все просто идеально То, как его костюм все легче С каждого фильма одевается на Тони Это тоже выглядит очень хорошо И технологично И видно, что Тони при помощи своих мозгов Все развивается и развивается И делает свои технологии все лучше и усовершенствованнее Да еще и там в последних фильмах Где там костюм у него собирался на его голову И обратно разбирался обратно вовнутрь костюма И еще и костюмы из нано-частиц Которые могли делать буквально все, что захочет Тони Это буквально его мысль Делать любое оружие И сам визуал там Какой он там Костюм Это тоже просто шикарно И еще и как он налазит на Тони Эти нано-частицы Это тоже просто шикарно И сам Тони Красавчик Надеюсь, с визуалом разобрались Что ж Собственным образом Идем дальше Теперь второй аспект Это сам как персонаж Сам как персонаж Он тоже в принципе хороший И развивается и раскрывается С каждым фильмом Например, вначале он был гением Миллиардером, плейбоем, филантропом Там был богачом Который думал только о себе и так далее А вот уже к последним фильмам Он стал настоящим героем Например В 2012 он вел себя точно так же Как и описывал его Кэп А уже к 2019 Ну или же во время Марвел Это к 2023 Он В принципе реально Он стал героем И пожертвовал собой И он сравнился все более Человечнее и героичнее С каждым фильмом Даже в сериале Что если показано Где он не стал железным человеком Он все же остался таким же Как и был Богачом И так далее Который думал Только о себе И даже не обращал внимания На других бедных и так далее А вот Когда он стал железным человеком И В плену сам понял это Уже в течении Времени Он реально стал Героем И ему реально было Стыдно за свои Поступки Например за Кови И так далее Он становился все более Героичнее и героичнее И в итоге Пожертвовал собой Ради спасения вселенной Третий аспект Начало и конец Персонажа Начало было тем Что он сказал Фразу Я железный человек Признался в этом И его Последней Фразой тоже было А я так просто Железный человек Начало и конец Схожее Что говорит О идеальном завершении Его истории И о хорошей Работанности Персонажа Четвертый аспект Окружение Персонажа У него окружение Довольно хорошее Мстители Стражи галактики И большинство Супергероев Суперзлодеев И просто Персонажи Марвел Он сражался Бок о бок С Целым Общим сбором И это реально Очень круто И просто Шикардесно Теперь пятый аспект Это мотивация зрителей На что-то от персонажа Персонаж Тони Старк Он же железный человек Мотивирует реально Стать хорошим Человеком И говорит Что деньги Не всегда портят Людей Если сам человек Внутри хороший Если у человека Не ржавая душа А золотая То деньги Не решают Каким он станет Железный человек Очень часто Создавал себя Злодеев И сам же с ними Разбирался И всегда был готов Пожертвовать собой Но только раскрыл это К концу своей жизни В финале А у меня на этом все Всем Арски пока С вами был я Железный Лев Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok